Сейчас я переступлю порог клуба Авалон и машина времени перенесет меня в эпоху Средневековья. И что же я вижу? Вокруг благородные дамы и рыцари в доспехах, которые сражаются на мечах, чтобы выяснить, кто же из них сильнее. Один из рыцарей, Алексей Петрик, приехал на турнир из Карелии. Он трехкратный чемпион мира по историческому фехтованию. Решил облачиться в доспехе 10 лет назад после просмотра фильма. Посмотрел фильм «Храброе сердце», где шотландцы сражались за свою независимость. Меня это очень сильно вдохновило. Они были в доспехах, воины, рыцари. Мне стало интересно, я как-то сам начал щиты, мечи делать, пытаться искать единомышленников. Но закрутилось, завертелось и пришел сюда уже. В первом бою опытный мастер не оставил шансов молодому дебютанту. Несмотря на тяжесть доспехов, а они могут весить более 30 килограммов, Алексей двигается легко. Порой такие удары могут травмировать оппонента. Целенаправленно, да, то есть я никого никогда не травмировал. Вот эти цели я не ставлю. Случайно было, то есть, ну, доспех же у нас покрывает не всю часть тела. Есть где-то щели. И случайно можно в эту щель попасть. То есть, ну, серьезных травм это не нанесешь, но человек, например, на какое-то время не может уступать. Такое иногда бывало. Такой брутальный вид спорта привлекает не только суровых мужчин, но и хрупких девушек. Ксения Вьюнова приехала на турнир из Москвы. В ее чемодане нет набора вечерних платьев и косметики. Там доспехи и шлем. Сталь делают мастера в кузнях. Они специально этим занимаются. У них основная работа. Сейчас очень хорошо научились делать. А поддоспешник, вот то, что не требует особо какого-то специальных навыков, ну, я научилась как бы, так как девушка, могу что-то шить иногда, то в какой-то момент села и заморочилась и сделала себе вот поддоспешник свой. Женское фехтование почти не отличается от мужского. На тренировках девушки в основном тренируются вместе с корнями. Поэтому, ну, да, какие-то там иногда поблажки бывают, если крупный парень тяжеловес дерется с девушкой, понятно, что он не будет там полную силу ее убивать, потому что может. Правила исторического фехтования достаточно простые. Главное здесь умение наносить и отражать удары мяча. Бой длится полторы минуты. Голова приносит, попадание в голову приносит два очка, попадание в корпус конечности по одному очку. Цель каждого бойца нанести максимальное количество ударов, то есть заработать максимальное количество очков. Кроме боев для гостей праздника были организованы выставка доспехов, конкурсы, сражения на мягком оружии, мастер-классы по вязанию и настольные средневековые игры. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.